В Индии исламофобские настроения не утихают даже в Рамадан. В нескольких штатах страны толпы фанатичных индуистских экстремистов во время языческого праздника Рам-Навами забрасывали мечети камнями, танцевали перед ними, взбирались на крыши святынь и вывешивали свои флаги. Участники так называемого празднования также скандировали антисламские лозунги и оскорбляли мусульман. Тем временем в штате Матхья-Прадеж еще одна индуистская община, бурно праздновавшая день явления Рамы, буквально провалилась сквозь землю. Известно, что здание храма, которому уже более 60 лет, стояло на месте недействующего колодца. В результате обрушения обвешавшего пола 35 индусов погибли, еще 18 госпитализированы. Один человек до сих пор считается пропавшим без вести. На протяжении многих лет индийские мусульмане подвергаются преследованиям за все, начиная от их еды и стиля одежды до межрелигиозных браков. Правозащитные организации Human Rights Watch и Amnesty International предупреждают, что подобные атаки могут усилиться. Такие нападки поддерживаются правящей партией во главе с Нарендой Моди, которая позволяет разжигать ненависть к мусульманам. Я после курса понял, что я такой уже взрослый, я такой бизнесмен уже тут, и после этого я как-то ко всему более серьезно начал относиться. Да, я стал самостоятельным. Раньше я боялась в магазин ходить сам. Когда я прошел курс, начал ходить в магазины. Я более стала продуктивной, более экономной. Я не просто даю деньги на ветер, а рассчитываю деньги и некоторые откладываю просто на всякий случай. Мне понравилась больше всего встреча с людьми, которые уже достигли успеха. Предприниматели, зарабатывающие от миллиона до миллиардов рублей, они общаются с детьми один на один, отвечают на их вопросы, и это помогает им доходить до конца. Финансовая грамотность для детей Muslim Future. Подробности в описании к этому видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok